А мы сегодня в цирке. Да не в простом, а в большом, московском, государственном и крупнейшем в Европе цирке. Василиса Ярослав сегодня впервые в жизни увидит цирковое представление. Мы ждали этот день с нетерпением. А вот интересно, нас ждали? Молодой человек, скажите, пожалуйста, кто-то может нам помочь подняться на второй этаж? У администратора спросить? Хорошо. А где администратор? Администратор ходит в белой рубашке. В белой рубашке. Да, прям в белой рубашке. Хорошо. В белой рубашке надо кого-то заметить. Идем искать. Там Сергей, администратор, который отвечает за внутренний зазал. Он вам подскажет, какие места, где вы будете сидеть, и вам поможет. Все хорошо. А вот его Сергей. Он в такой бордовой жилетке, лысой такой. Угу. Ну, видите, он обычно возле центрального входа. Я сошел, он там был. Хорошо. Все, спасибо большое. Максимально написали. Не ошибешься, мимо не пройдешь. Сергей, здравствуйте. Нам сказали, что вы... Сергей, вам скажу, Сергей. Нам сказали, лысый и в бордовой жилетке. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, нам сказали, что вы поможете нам подняться на второй этаж. Да, я вам подскажу, вы где, в каком секторе складываться будете. Ну, то есть, вам не нужен специально обученный человек, который держит дебилку. У вас есть специально обученный человек? Конечно. Сергей нам объяснил, что перед каждым входом находятся сотрудники, которые помогают маломобильным людям преодолеть все ступеньки, а также помогают найти свое место в зале. А как быть с колясочкой? Позади вас будет один ряд или впереди, который дистанционный. Вот. Вы берете... Да, 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 отлично. Сергей рекомендовал нам после представления остаться в зале. Дождаться, пока выйдет основная часть зрителей, после чего он нам поможет. Нам все понятно, и в ожидании представления мы отправились изучать в фойе. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, нам два носа клоунских? Василиска, нос будет у тебя? А что ты? Не нравится? Василиска, может, все-таки надумаешь? Смотри, как смотрится классно. Василиса – истинный зритель. Веселить не хочет, а веселиться всегда готова. Из всех цирков Москвы мы выбрали именно этот. Ведь здесь дают представление история, режиссером которого выступил Аскольд Запашный. И в нем рассказывается история цирка. Для первого раза, мне кажется, самое то. Ну все, начинается. Это действительно история. От старого классического индустриального и советского до варьеты, арт-хауса, модерна и цирка будущего. Потрясающие акробаты, гимнасты и джигиты-наездники. Жонглеры в карусели, эквилибр в шаре, БДД на лошадях, хищники и морские животные. Сказать, что мы были в восхищении – ничего не сказать. Просто браво! Три часа с антрактом пролетели на одном дыхании. Ну что, друзья, представление закончилось. Честно, у меня нет слов. Путаются мысли, путаются эмоции. Мне хочется рассказать сразу же все. Но одно я могу сказать точно. Это настолько достойно, что должен посетить и увидеть каждый. А еще я хочу сказать, пока работает администратор Сергей, я спокойна за всех особенных детей и людей с повышенными потребностями. Настолько точным, настолько он неравнодушный человек, что огромное ему спасибо за это. Наше пребывание сегодня в цирке было на самом высшем уровне. Да, в цирке нет пандусов и специальных приспособлений для людей с особенностями. Но здесь есть безумно тактичные сотрудники, которые при малейшей просьбе обязательно вам помогут подняться на второй этаж, что-то принести, подать. В общем, они сделают пребывание в большом московском государственном цирке комфортным для всех. Это самое важное, самое нужное. За что вам огромное спасибо. А вот и немного закулисье с Эдгардом Запашным и особенным артистом цирка Артемом Бобцовым, который стал гостем нашей рубрики «Особенное интервью». Вы артист цирка, КВНщик, актер. И давайте прямо сейчас для наших зрителей скажем, как вам удалось попасть в труппу цирка? Ну, в цирк я попал через КВН, опять же. Я поступил в университет в Москве, в экономический, приехал с Урала, в поселок Первомайский, и поступил в университет на экономиста. И при этом потом начал искать разные подработки. Однажды потребовался маленький для одного из номеров КВНа в одну из команд. Это команда «Миссис» называлась, и называется, наверное, до сих пор весь институт Сталиис Плавов. И там была пародия на Тиренова Ланнистера из сериала «Игра престолов», тогда актуально было. Вот, и я помог им, выступил. Это была премьер-лига вроде, то ли финал, то ли полуфинал, не помню какой этап. И все, и после этого начали ребята приглашать меня в разные, ну, разные другие команды стали меня приглашать. Тоже за них поучаствовал Дагестан, меня команда приглашала, МФЮА, меня ребята приглашали, и много еще других команд приглашали. И потом, когда Эдуард Вальдорович Запашный захотел создать команду КВН от сборной, ну, от цирка, сборной цирка, и они, ребята, без меня участвовали в Лиге Москвы и Подмосковья. Я там один раз у них помог выступить, и после этого нужно было ехать на фестиваль, чтобы заявляться в сезон, либо в вышка, ну, там мы еще не понимали, куда мы попадем, то ли премьер-лига, то ли вышка, высшая лига, то ли еще какая-то другая лига. И понадобился опять же маленький я, и меня пригласили сюда, в цирк, вот буквально вот здесь, вот возле этого барьера, стояла высокая Тамара, два метра с ростом, и мне художественный руководитель Станислав говорит, а пройди у нее между ног, я прошел, она стояла, я как-то свободно прошел. И Санта-Барбара, да, одна из прикольных таких миниатер первых. И все, и после этого остался. Я хотела бы вас поздравить, у вас новый проект вышел с вашим участием, сериал называется «Поколено». Скажите, пожалуйста, какая цель у проекта, вот что хотят все-таки создатели, чтобы зрители посмотрели на особенных людей, как-то начали к ним привыкать? Вот, во-первых, я хочу сказать так, ну, цель, конечно, у проекта – это любовь, это романтика, это преодоление каких-то препятствий маленьким человеком, который достигает каких-то высот, который борется со всем этим, с окружающим. Но, опять же, еще хочу сказать, цель – каждый определит зритель свою, когда посмотрит этот сериал. Он увидит, все равно каждый для себя что-то возьмет и определит, ну, все равно свое, что-то выводы сделает какие-то свои. Вот, и, конечно же, этим сериалом хотим показать, что неважно, какой ты, наверное, и ты главный человек, оставайся всегда человеком, будешь всегда человеком и найдешь свою любовь. Но сериал юмористический, все-таки, значит, создатели планируют, что юмор, он гораздо лучше располагает и зрители лучше воспринимают. Ну, через юмор, конечно, легче воспринимается, через юмор веселее и как-то подобрее, через юмор, ну, много юмористического, не зря же сказано, что смех продлевает жизнь, это популярная фраза. И поэтому, как бы, есть, конечно, критики разные будут, а это всегда будет, что вот жестокий юмор, там, или еще что-то, как-то. Если человек, если я вот сам себе позволяю так надо мной шутить, то почему бы не, только я могу решать, как надо мной шутить. Совершенно правильно. Артем, вот у меня как раз следующий вопрос про юмор. Вот в КВНе, в цирке, в кино, все шутки, да, построены на том, что вы маленького роста. Да. И вы уже давно говорите, что вы не обижаетесь нисколько, но ведь другие люди маленького роста, они обижаются? А не обижаются ли они конкретно на вас, за то, что вы позволяете дать зеленый свет? Есть, есть ребята, которые также тоже могут пошутить над собой, ну и есть, наверное, все равно есть, они же такие же люди, то же самое, все тоже, такое же общество. И есть, которые, наверное, маленько все равно досадно им как-то там, может, кто-то может молчит, но при этом какой-то для себя делает вывод, что, блин, жестоко и так нельзя шутить. И это аморально может еще кто-то посчитать, там, низко может посчитать, вот, ну, в основном, нет, да, в основном нормально, я считаю, потому что, ну, как еще, это же использовать можно, это же, этим же надо пользоваться, вот именно, и этим можно пользоваться, и во благо можно пользоваться, не какие-то там делать злые деяния там и так далее, вот, это в пользу все. Да, вы все правильно говорите. Вот знаете, у меня Артем еще такой вопрос. Мы наше Василисо, да, она получила препарат, то есть возможно, что она будет ходить, но все же, если вдруг она будет на коляске, мы планируем ее воспитывать в такой философии, что ты на коляске, но ты не можешь ходить, но ты можешь рисовать, петь, да, заниматься какими-то вещами на компьютере, то есть ты должна компенсировать. А какая вот ваша философия касаемо вот особенно людей? Да, блин, просто жить, просто стараться, работать. У меня уже такой возраст, конечно, что мне просто надо работать, работать и работать. И вот в этом плане только я могу себе сказать. Зарабатывать на жизнь, чтобы как-то прожить. Вот такая вот у меня философия. А как это будет получаться в плане каких-то своих талантов, я вот честно скажу, я не умею петь, я не умею рисовать. Вот, я просто есть, может, там, как-то может каким-то, там, не знаю, ну, какой-то внешностью, может, это вот помогает, там, еще чем-то. Вот, я просто такой, какой есть, все. Ваша цитата. Я искал публичную работу, мне нравилось показываться людям. Вот скажите, Артем, как вас воспитывала ваша мама, ваши родители, что вы выросли такие вот без комплекса, без стереотипов? Ну, взять даже школу, если, начиная там с первого класса, то я постоянно выступал на всех школьных мероприятиях, постоянно принимал участие. У меня там учителя очень, ну, как бы, ну, нравилось это, как им нравилось, мне нравилось это, быть на сцене. Там были разные фестивали, восходящая звезда между школами, сельские, сельскими школами. Мы ездили каждый март, я помню, это в марте было, каждый год ездили туда выступать, показывали какие-то сценки. У меня были какие-то любимые номера, там, напарницы, мы делали пародии на Лолиту и этого, Цикава, да. Вот, ну, вот, начиная с тех времен, что я в школе себя активно участвовал во всех творческих мероприятиях, поэтому маме это очень нравилось, конечно же, мама очень была довольна. И плюс, после школы уже я самостоятельно пробивался, поступал в техникум, уезжал, что-то там где-то катался и вот в Москву потом уехал. И это все, как бы, просто сам как-то так вот хотел, я сам этого хотел, я этого добивался. Вот, у меня это, где-то получалось, где-то нет, даже в этот же университет, если взять, то я поступил в него со второго раза. Я в 10-м году приехал, не получилось, в 11-м приехал, уже получилось. В 10-м не сдал вступительный экзамен и не хватило баллов. Вы знаете, вообще у особенных родителей часто возникают проблемы принятия. Вот вы общались со своей мамой, как ей удалось? У них в то время не было ни интернета, ничего. Как, вы, можно сказать, были в роде, да, вот, как ей удалось? Ни разу не задавал данный вопрос, но я знаю точно, она меня любит, и этого мне достаточно, все. Главное, любить любовь и дальше я знаю, какой будет следующий вопрос, какой бы совет. Как я дал родителям от принятия ребенка. Просто любите своего ребенка, и этого достаточно, мне кажется. Если будете любить, дальше все будет получаться, и вы будете любыми моментами, любым моментом радоваться и какие-то ситуации преодолевать с помощью любви. А скажите, вот, хотя бы, вот, давайте так, вот, три таких принципа, которые нужно, вот, вложить в ребенка, чтобы его приняло, особенно ребенка приняло общество. Ну, воспитание, конечно, воспитывать, любить, и, ну, доброта, конечно, это самое, наверное, тоже такое понятие, что не, чтобы ребенок этот сам не вырос злым, чтобы он на общество не излился, вот, еще вот это надо ребенку как-то привить, да, чтобы он, ну, чтобы у него не было злости какой-то на окружающий мир, что все такие-сякие, там, вот. Тогда вот давайте, Артем, сейчас дадим такой совет Артему Бомцову, что нужно говорить вот своему ребенку, прям такую одну фразу, повторять регулярно, чтобы он не стеснялся себя, чтобы его принимало общество, чтобы все у него было хорошо, прям вот фразу. Ну, у меня есть одна такая недавно, «Будь самим собой», вот, «Будь самим собой», и все, вот, наверное. Просто недавно я ребятам в чат скинул видео, там, и я очень часто повторял, «Будьте самим собой», и это их очень рассмешило, и они меня сейчас постоянно подкалывают, «Тема, быть самим собой». Вот, вы знаете, вот так получилось, что у моего сына старшего в садике в группе ребенок, маленький карлик, вот, и, вы знаете, такой боевой парень со стержнем, он постоянно где-то стремится участвовать, такой вот активист, мама, когда приходит с ним в садик, он постарается ее побыстрее выпроводить, потому что я сам, я самостоятельный, вот, мне очень интересно, Артем, каким вы были в детстве? Ну, когда я первый раз пришел в садик, я помню, на меня там пару парней налетели, ну, в то время мы примерно одинакового роста были, кстати, когда, это потом уже у меня остановился рост, и ребята стали дальше расти, а я нет, как бы, а в садике мы, по сути, были практически все одинакового роста, ну, они на меня налетели, и у меня двое ребят стали заступаться за меня просто, и все, и мы с ними до сих пор общаемся, до сих пор дружим, это вот 30 с лишним лет уже, как бы, и нормально, все хорошо, и, ну, в плане того, что, как я себя там показывал в садике, может быть, я и был слабее каких-то своих одноклассников, там, и так далее, но я никогда и не в конфликтах не участвовал, по сути, у меня был один раз за всю жизнь, наверное, я дрался раза два или три, и это и то, как-то, первый раз меня дядька заставил, он учился в девятом классе, я в первом, он выстроил круг ребят, поставил передо мной старшеклассника и сказал, бей его, вот, ну, это просто какие-то такие деревенские, что ли, это, во-первых, это поселковое, да, плюс еще, больше смеялись, да, наверное, там, как бы, вот, в этом плане. А вот, знаете, Артем, вы еще сказали, что я человек с ОВЗ, да, но вот в Европе таких людей называют человек с повышенными потребностями, но как вы считаете, если бы нас на законодательном уровне в стране, вот, именно заменили бы формулировку, это бы что-то изменило, как-то другое отношение? Ну, вот, на совуху, да, ограниченные возможности, это уже какая-то, кажется, как будто дискриминация какая-то, типа ограничение, вот слово возможности, конечно, хорошее слово возможности, но они, опять же, ограничены, а вот повышенные потребности, это, опять же, потребности, это же то, что нуждается, то, что нужно человеку, того, чего не хватает, и это как-то, и вот они повышенные, ну, мне кажется, вот это понятие европейское повышенной потребности, оно как-то помягче звучит, чисто на слуху, и, а вот по смыслу, по смыслу, наверное, для меня все равно одинаково, чуть-чуть, да, я считаю. Вот, скажите, людям с особенностями довольно непросто сейчас, да, то есть у нас, ну, не так хорошо приспособлена, как хотелось бы, да, доступная среда, отношения людей, как вы думаете, на наш век выпадет то время, когда у нас будет все, все необходимое и тварито? Хочется верить, надеяться и дождаться этого, потому что в России, кроме как Москва, я не знаю городов, которые, даже и сама-то Москва еще не полностью оборудована, у меня много друзей есть, ребят, которые тоже на коляске, спортсмены есть, ребята, друзья, я учился в университете, где с ограниченными возможностями университет, на Васильево-Островской находится, Московский государственный, элементарный экономический университет, вот, и там вот тоже, он приспособлен для людей с ограниченными возможностями или с повышенными потребностями, кто как скажет, вот, и Москва, это для меня, вот, для ребят, точнее, с такими возможностями, они, она более оборудована, вот, в этом плане, а другие города, вот, если взять, например, мой Серов Средневековской области, ну, очень тяжело будет человеку, ну, вообще невозможно, он, конечно, маленький, там, сто тысяч, сто с лишним тысяч, вот, и человеку крайне будет, там, тяжко, мне кажется, вот так вот, и поэтому очень хотелось бы, чтобы как-то это все преодолевалось, чтобы это шло к успеху, чтобы шел какой-то процесс технологический, чтобы помогали людям. Ну, мы надеемся своим проектом как-то обратить внимание, что дети, да, такие бывают, чтобы информировать, да, спасибо, на самом деле, вы такой простой человек, мне было с вами настолько комфортно, и мы, знаете, хотели бы вам скромный такой подарок преподнести, челябинские конфеты, мы знаем, что вы с Урала, Челябинск тоже недалеко находится, вот, и, может быть, это напомнит вас, вам вкус детства. Спасибо большое, спасибо большое, круто, спасибо, ребятки. Спасибо. Спасибо.